Начать жизнь с чистого листа и по поддельному паспорту. Скрываясь от правосудия, почти 15 лет мужчина провел в бегах и жил двойной жизнью. 35-летнего Карена Алояна обвиняют в том, что еще в 2000 году он вместе с подельниками напал на молодого человека, ограбил его и до смерти забил. А когда их задержали и посадили в СИЗО, умудрился оттуда сбежать, притворившись своим сокамерником, которого выпускали под залог. И с тех пор у него началась новая жизнь. Карен Алоян с помощью поддельного паспорта превратился в жителя Иркутской области, гражданина Мирзоева. Женился, все так же под чужим именем даже завел ребенка. И только когда спустя почти 15 лет его остановил сотрудник ГАИ и заметил подозрительные документы, Карена Алояна разоблачили и вернули в Нижний Новгород. Сейчас он сознается практически во всех преступлениях, кроме самого серьезного избиения молодого человека. Он пришел домой. Ну, представляете, что значит разбитая голова и все прочее. Мозги уже были перепутаны все практически. Основание черепа тоже был перелом и так далее. Руки назад на вручниках. Пришел, матери сказал, что меня избили. Вот, их было много, били все. Вино в совершении преступления признаете? Нет, вообще. То, что я нападал на потерпевшего, я не признаю полностью. Не хотели машину забрать. И как потом выяснилось, его по голове стукнули, он не упал. Стукнули, он не упал. Что было разбойное нападение, там не было, не признаю. Я потерпевшим ни одного удара не наносил. Вот такой был парнишка. Потери сына – это потери всего. Мне похоже, что они ничем не занимаются, кроме взять, отнять, ограбить. Этот человек далеко от человеческого, так сказать, вида и понятия. Вы с вами не признаете? Есть комментарии. Вы сожалеете о содеянном? Один не свидетель, чем это указано. Мне бы хотелось, конечно, чтобы он понял, что он сотворил, и рано или поздно, так сказать, пришел к какому-то выводу. Но я не уверен, что такие люди могут что-то понимать. Кстати, по совокупности преступлений за нанесение тяжких телесных повреждений и побег подсудимого может ждать до 15 лет лишения свободы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!